Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите летний эфир. В современном мире термин «хендмейд» мы встречаем практически везде. А ведь изделие ручной работы – это отличный подарок для людей, которые любят эксклюзив, уникальность и авторскую работу. И сегодня в нашем эфире мы познакомимся с мастерицами, красавицами, умницами, которые вкладывают в свои шедевры свой талант, любовь и искусство. Ну а рядом со мной сейчас находится главная героиня нашего эфира сегодня – женщина, про которую можно сказать, что это пример для подражания. Ну а почему, мы узнаем прямо сейчас. Давайте знакомиться с Аргуланом Васильевным Шестаком. Здравствуйте, Аргулана! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о себе для начала вообще. Откуда вы родом, чем вы занимаетесь, где вы работаете? Ну, здравствуйте, дорогие зрители! Я родом из Усалданского района. Родилась я в селе Барагунцы. Моя мама оттуда. Ну а так все мое детство, и вообще я выросла на севере. То есть я могу вот так вот прямо сказать, что я родом из Ивена-Батантайского улуса, село Сокрыр. Вот я там выросла, закончила школу и Верхоянский район. Раньше это был Верхоянский район, но потом вот отделились, поэтому я росла в Ивена-Батантайском районах. Я знаю, что вы, помимо того, что вот у нас предстоитель именно так коренного, да, можно сказать, населения северных улусов, вы являетесь матерью шестерых детей. Ну это мы уже перескочили немножечко вперед, да? У вас шесть замечательных детишек. Хотелось бы отметить, что старшей дочери 27 лет, а самому маленькому всего два с половиной годика. Расскажите о ваших ребятишках, чем они занимаются, увлекаются. Ну дети, это для нас с мужем наше счастье, наша гордость. Вот старшая дочка наша Елена, она уже закончила университет давно в Москве, потом она работала в Москве три года в Федеральном фонде пенсионной службы, а сейчас она приехала в Якутск и работает экономистом в организации. Вот она замужем, мы со счастьем справили их свадьбу с Мишей. Вот она сейчас, у нас уже не Лена Шестакова, а Елена Андреевна Люйтянь по мужу. Вот. Потом вторая доченька Саина. У нас студентка третьего курса в Новосибирском вузе учится. Будущая специальность у нее технолог пищевой промышленности, специализация в молоку. И еще доченька Даяна, она нынче выпускница Республиканского лицея-интерната. Это бывший Республиканский колледж физико-математический. Вот. Она заканчивает биолого-химический класс, профиль 11 класс. И четвертая доченька тоже там же учится в РЛИ, в техническом классе. Десятый класс закончила. Ну и мальчики. Ну и маленькие мальчики. Это Айдын. Он выпускник детского садика Кэскель. В сентябре мы пойдем уже в школу в первый класс. И самый маленький Долан. Два с половиной годика. Да, два с половиной годика. Ну, у вас очень замечательная семья. И вы, я не сомневаюсь в том, что вы замечательная мама. И вот, несмотря на то, что у вас шесть детей, вы активно ведете, да, именно воспитательную работу. У вас есть увлечение. Увлечение не просто, знаете, там, вышивать крестиком, да, ну вот стандартное, да, увлечение для многих женщин. У вас очень интересное увлечение, и вот о нем мы сегодня и поговорим. Чем вы увлекаетесь? Я увлекаюсь вышиванием из бисера. То есть я вот очень люблю делать броши. На самом деле я не так давно начала этим заниматься. Я начала этим заниматься, вот, будучи в декретном отпуске. Вот, с шестым ребенком, с Доланчиком. Ну, где-то год назад только начала. А так, конечно, я с детства очень любила броши. Вот, я знаю, что вы прям очень любили броши. У вас были вот прям с самого детства, и у вас даже есть несколько... Да, вот, несколько брошек. Брошек, да, брошек, это вот, наверное, брошки... А вот вот так вы подняете. ...60-х, вот, брошечка, где-то 60-х годов, 50-х, 70-х. Вот это вот совсем очень старенькая брошечка. Это вот моя тетя подарила мне. Вот, а вот эти вот брошечки, то, что от них осталось, да, вот они вот с моего детства. А так я любила, конечно, в детстве выковыривать вот эти всякие стразики и куда-то их прикреплять в другие места и так далее, да. Но, слава богу, вот они сохранились у меня, старые мои игрушки. Любовь именно к брошкам у вас была с детства. А как же, вот, допустим, я знаю, что вы еще увлекаетесь и историей вообще. Откуда появилась брошь вообще, что это такое? И вот я знаю, что это такой достаточно аристокритический вид украшения. Вот немножечко историю про брошь можно? Ну, история броши очень интересна на самом деле. И, конечно, в нескольких минутах вот всего этого не рассказать, но немножко некоторые интересные моменты можно. Вообще брошь – это самое древнее украшение на самом деле. Самое-самое древнее. Потому что как древний человек уже отказался от набедренной своей повязки и стал одевать какую-то одежду, то у него возникла необходимость скреплять эту одежду. И, естественно, он начал приспосабливать к этому всякие подручные материалы. Может, там, зубы зверей, кости зверей, там, все-все-все. Брошь одевать еще в древние века. Да. Говорят, аж бронзовый век – это где-то 3500 лет до нашей эры. Находились вот экземпляры, похожие на брошь. А что же касается по поводу вот той броши, которую мы, люди 21 века, ну, имеем представление? Ну, конечно, история броши пишут, историки пишут, что самый такой пик своей популярности брошь у нас изобрела в 17 веке. То есть при дворе, при дворе тогда броши были очень популярны. И вот при 12 веке, даже не в 17, а в 12 веке, когда вот правил французским двором Людовик XIV, вот придворная дама один раз одела очень прекрасное украшение, по-моему, мадам сувеньи ее звали, и вот одела украшение в виде цветка, то есть лилии. И она этим открыла, что брошь даже может иметь всякие тайные знаки. Вот что касается ваших брошей, вашей ручной работы, на что вы больше уделяете внимание? Немножечко вот покажите примеры своей работы, и расскажите, что вам больше по душе и нравится? Ну вот, например, я начинала свои броши вот с таких работ. Это вот похоже на винтажную брошь. Винтажная брошь, это называются такие броши, которые у нас с прошлого века, где-то с середины прошлого века их начали делать из недорогих материалов. Вот из чего сделана эта брошь? Вот эта брошь сделана, я в своих работах использую чешский бисер. Он у нас очень-очень такой богатый, много-много разных цветов и так далее. Вот, и покупаю вот такие вот кабошончики, они из полимерной глины могут быть. Ну, еще вот у меня в корзиночке, сейчас я вам могу показать, какие могут быть кабошоны. Вот, различные-различные кабошоны из полудрагоценных вот камней. То есть вы используете камни, используете бисер. Использую вот такие вот камеи. Еще есть очень много разных вот креплений для броши. То есть, в принципе, сейчас это все доступно и лишь бы была бы фантазия, да? Да, все доступно. Вот сначала, когда я год назад еще как-то заинтересовалась этими брошями, да, а может попробовать делать. Ну, конечно, я это увидела в интернете, в инфициальных сетях. Там показывали очень много мастер-классов, много всяких этих ярмарок-мастериц и так далее, да. И я вот посмотрела и сначала вот испугалась, что откуда я найду вот такой материал. Саргална Васильевна, я вот знаю очень, что у вас, вы уделяете огромное внимание именно изготовлению броши в виде птиц. Это ваша прям любимая тема. Да, вот самая моя любимая тема – это птицы. Я очень люблю вышивать птиц. Ну, вот эта тема моя любимая. Вот, кстати говоря, вроде бы, скажете, незамысловатая синичка, вроде бы обыкновенный бисер, но на самом деле ведь это кропотливая работа – вышить столько именно разноцветия из бисера. Это же очень сложно и насколько вот сам сложен процесс. Вот, допустим, жар птицу можно показать? Да, вот меня, например, увлекает вышивание птиц то, что все-таки более реалистичная работа. То есть можно применить очень много цветов, очень много разных материалов. Допустим, вот эта синичка сделана из 11 цветов бисера. То есть вот даже вот это вот крыло, тут у нас сколько, 6-7 цветов. И поэтому вот это меня очень увлекает. Ну, работа, конечно, очень трудоемкая. Сколько примерно ушло времени на изготовление вот такой синички замечательной? Ну, конечно, если сидеть и вообще не отвлекаться на другое, что невозможно в моем случае, да, потому что это дети, работа и так далее, да. Но на изготовление этой синички у меня ушло 3 дня. 3 дня? Ну, хорошо. Я знаю, что сейчас во время нашего эфира вы хотите изготовить какую-то брошь, небольшой мастер-класс для наших телезрителей. Я вас оставлю и вернусь к вам чуть позже, хорошо? Потому что у нас здесь есть еще одна мастерица, красавица, которая занимается интересными вещами. Екатерина Ращупкина. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина, вы занимаетесь изготовлением эко-бус. Для многих телезрителей, возможно, это вообще непонятно, что же такое эко-бусы. Ну и вот, пожалуйста, расскажите о своей деятельности. Чем увлекаетесь вы? Все началось с того, что у меня родилась дочка старшая, уже старшая. И вот многие мамочки, сидя дома по уходу, у них что-то просыпается. Кто-то начинает печь тортики, кто-то начинает шить наряды. А вот у меня началось озарение, и я стала вязать для ребятишек слинга-бусы. Посмотрела в Инстаграме картинки, вот это все, и заказала материал, и изготовила эти слинга-бусы. Все натуральное, из дерева, все обвязанное. Ну для начала, для чего предназначены слинга-бусы? Это все для малышей, у которых чешутся десна, у которых вот прямо вот теребят мамины волосы, мамины брошки, мамины сережки, мамины... Все на свете мамина. И вот они, получается, этими слинга-бусами грызут их, чешут десна, и ручки заняты. То есть также вы, помимо слинга-бусы, вы делаете и погремушки, и грызунки. Но об этом мы поговорим чуть позже, потому что нам необходимо уйти на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. И снова здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем наш летний эфир. И сегодня мы говорим с вами о рукодельном творчестве. И до ухода на рекламу мы поговорили с вами о том, что же такое эко-бусы. И сейчас давайте у нас есть прекрасная возможность посмотреть, что же такое прямо вот здесь. И нам, конечно же, в этом поможет мастерица, которая делает это все своими руками, Екатерина Ращупкина. Екатерина, ну вот примерно покажите, вот эко-бусы, как они выглядят, и самое главное, из чего, из какого материала вы это делаете? Вот эти слингобусы. Они из натурального дерева, неокрашенного, потому что детишки все берут в рот, все грызут, все чешут. Обвязаны они из хлопчатобумажной пряжи, которая не окрашивается, нитки не убираются. Все крепко-накрепко, чтобы ничего не попало в рот и не рассыпалось, все очень крепко обвязано. То есть это безопасно? Все это безопасно. Бывают разные виды слингобус. Бывают полностью обвязанные, бывает заказывают с игрушкой, вот так вот игрушечку можно сделать. Бывают силиконовые слингобусы, вот. Тут силикон пищевой, он мягонький, а вот это вот дерево, которое у меня заказчики попросили не обвязывать. Кстати, вот этот комплект заказали мамочка близнецов, мальчика и девочки. То есть голубенькие и розовенькие. Да, это все отправится в Иркутск. Это очень эксклюзивная и уникальная работа, потому что вы делаете все, грубо говоря, в одном единственном экземпляре. Да, да. И это замечательный и подарок, а также это еще и полезный подарок, потому что вот, например, такой прогрызыватель, да, грызунки, или как их правильно назвать, да, для ребятишек. Ведь это для многих очень важный момент детства, да. Можно вот показать его? Он такой у вас очень красивый, здесь есть все. Получается, здесь грызунок, это погремушка, грызунок, его можно прицепить к коляске, кроватке. Ребенок к ребенку может прицепить к коляске специальной прищепочки. И вот тут разнофактурные штучки, которые ребенок заинтересованно играет, сидя в коляске, в кроватке, либо лежа у мамы, когда при кормлении. Вот такие. Очень интересную историю вы мне рассказали буквально в рекламном перерыве о том, что некоторые мамы умудряются даже использовать вот такие игрушки, смачивая их молоком. И затем ребенок, это еще и как, да, успокоительное для него. Я сама удивилась, мне вот недавно несколько девочек рассказало об этом, что они у меня заказывали слингобусы с игрушечкой, либо с каким-нибудь орнаментом. Туда капали молоко материнское, запах присутствовал, а сами уходили на работу, ну, иначе было никак. И ребенок засыпает слингобусами, нюхает этот запах материнский. То есть это замечательно, да? Ваше увлечение, оно вот прям действительно полезно для спасения для многих молодых мам, да? Да, да, да. Еще у меня бывают оптовые заказы. Получается, вот у меня с Братска недавно группа мамочек звонила и заказала набор цветов радуги. Вот это вот все слингобусы, это все отправится в Братск. Разные расцветки, разные мамочки. То есть разных других городов тоже заказывают на подарки. А вы как вообще узнали об этом и стали вдруг увлекаться слингобусами? Просто у меня ребенок, уже старшая Полина, она, у нее прямо зубы сильно лезли, все красное, все в рот брала, все игрушки. А я смотрю в магазинах, ну, какой-то пластик непонятного производства. И решила вот что-то вот свое вот сделать. И вот в итоге обязательно училась в школе. То есть вы совместили все свои увлечения в одно и сейчас приносите пользу не только уже своей Полиночке, но а также другим окружающим. Да, да. Спасибо большое. Ну а рядом с вами стоит еще одна мастерица, у которой увлечение не менее интересное и популярное, и актуальное. Сегодня это скраббукинг. Что же такое скраббукинг, расскажет нам Мария Макарова. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Мария, что такое скраббукинг? Для тех, кто еще не знает, возможно. Скраббукинг от английского слова скраббук, если дословно объяснить, то скраб, вырезать, бук, книга. То есть получается скраббукинг это рукодельный вид искусства, который подразумевает собой книгу из вырезок. Так, скраббукинг упоминается еще в 17 веке в Англии, когда люди начали собирать различные цитаты, поэмы, стихи и вклеивать в обычные книги. То есть, по сути, скраббукинг, это, наверное, если возвращаясь немного в детство, мы в детстве делали анкеты, вырезали журналы, какие-то цитаты. Это своеобразно был скраббукинг в то время. Но мы использовали обыкновенные из подручных средств тетрадь, фломастеры, обыкновенный клей и журналы. Сейчас с появлением вот именно магазинов, да, и различных вот таких вот средств, да, или различных ножниц, да, бумаги, это сейчас вот можно превратить вот в такое, ну, произведение искусства. Покажите, пожалуйста, к примеру, альбом. Обычно на какие тематики заказывают у вас вот именно ваши работы? Обычно заказывают в основном детские альбомы, ну, потому что все хотят сохранить в памяти вот эти детские фотографии о том, как ребенок рос. Какая красота. Да. Это все делается вручную, естественно же. Это мой сын. Я решила сохранить фотографии моего сына, какой он был в детстве. У меня возникает сразу вопрос. Откуда вы берете вот все вот такие мелочи, вплоть до камушек, рисунков, наклеечек, бантиков? Где вы все это приобретаете? Я приобретаю все материалы и инструменты в онлайн-магазинах, интернет-магазинах. Также у нас есть в городе рукодельные магазины, только их не так уж много и как хотелось бы. Мария, помимо вот таких замечательных фотоальбомов, также пользуются популярностью открытки ручной работы. Ведь открытка это такой очень интересный и эксклюзивный момент, когда хочется выделиться. И вот на экране мы можем видеть ваши работы. Сейчас телезрители имеют возможность посмотреть, да, и оценить вашу работу. Расскажите немножко об открытках ручной работы. Открытки ручной работы, они создаются на определенный праздник, да, на определенное мероприятие. Вообще, кардмейкинг это называется. Это отдельный от скраббукинга вид искусства, но все же он с ним связан в какой-то степени, да, потому что это все же бумага. Основной материал здесь бумага, и поэтому кардмейкинг, он все равно связан со скраббукингом. Да, и кардмейкер вы, да, если быть точнее. И скраббукер. А ведь по открытке можно дарить и без повода, да? Да, конечно. Наверное, к вам обращаются люди, которые просто благодарят за прекрасное утро, да, желают прекрасного дня. Ведь сейчас это очень актуально и популярно. И помимо вот еще у вас, я вижу, такие картины, что это и как это называется? Это называется скраб-страничка, фотостраничка. Ну, то есть, как я сказала, основной элемент в скраббукинге – это фотография. Вот, например, мы видим простую фотографию, да, а ведь ее можно красиво оформить, показать, что было именно в этот день, добавить различные украшения. И вот у нас уже не простая фотография, а уже история маленькая своя. А скажите, пожалуйста, Мария, вопрос такой. Нужно ли быть именно творческим человеком и иметь какое-то вот художественное, ну, даже не образование, а просто хотя бы художественные какие-то вот навыки, чтобы заниматься таким делом? Ведь мне так кажется, что там, ну, фантазия – это только начало, да? А как же дальше, вот как совсем с этим справиться? Ну, я бы сказала, что определенным образованием не обязательно обладать, да, или талантом. Поэтому достаточно посетить мастер-класс, желательно живой, и тогда уже опытный мастер объяснит и поделится своим опытом уже прямо на деле. Ну что, спасибо большое, что рассказали про ваше увлечение. Я желаю вам успехов и, конечно же, творческих идей. Ну, а мы возвращаемся к нашей главной героине, которая у нас находится в процессе изготовления броши. Пару слов, пожалуйста, какую брошь сейчас вы делаете и какие вы используете для этого материала? Сейчас вот очень модно носить вот такого плана брошки, вот это вот основа для брошки, игла называется. То есть ее можно вот так вот вдеть в кардиган, да, сейчас всякие кардиганы с крупной вязкой и так далее. Лучше, наверное, с крупной вязкой, да? И вот закрывают вот такой вот этой закрывашкой. И вот, и я сейчас вот сделала, вообще для своих работ я использую такой фетр. Он продается в любых магазинах, где продаются ткани, так. И на самом-то деле у меня очень простые материалы, так как я не мастер там профессиональный и так далее. Ну, если не считая вышивки из бисера, то есть вы соединяете просто готовые уже заготовки. Да, да. Обычно я вот использую клей-момент, гель бесцветный, чтобы не было видно. Так, и вот всякие вот такие вот эти, именно вот основы для брошей. И сейчас я вышила вот такой цветочек, это натуральный камень, кабошончик из авантюрина. Вот мне вот этот вот камень нравится тем, что он при дневном цвете на солнышке вообще преображается и блестит разными-разными такими лучами, прямо невозможно оторвать глаз от этого камня. Вот такой кабошон можно тоже у нас везде купить в городе Якутске, он продается разных размеров. Вот, и вот этот вот чешский бисер, и вот глазочек сделала вот с бусиной. Продолжайте, да, присоединяйте, хорошо? Вот, потому что время нашего эфира уже, к сожалению, подходит к концу. Вы увлекаетесь практически, скорее всего, изготовлением броши в городе, наверное, одна вот такая, да? Какая у вас мечта? Вот я знаю, что вы о чем-то мечтаете. Вот у меня мечта, я вот слышала, что есть бисер, бисер японский, тока, кажется, называется. Бисер японский бисер. Да, он очень мелкий. И такого бисера, по-моему, у нас в Якутске не так много, где можно найти. Во всяком случае, мне он еще не попадался. И я хочу заказать этот бисер, и у меня мечта вообще вышивать картины из бисера. То есть реалистично. Ну что ж, вот, вот получилась вот такая замечательная эксклюзивная брошь от нашей рукодельницы. Ну что ж, дорогие телезрители, на время нашего эфира подходит к концу. Творите, создавайте, пробуйте, экспериментируйте. И, возможно, и вы откроете в себе какие-то скрытые таланты. Ну а творчество, оно всегда, всегда было в цене, и ручная работа также. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok